В эфире программа События в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Спецоперация на окраине Самары. Задержаны 53 человека. Пенсионерам стоит быть внимательнее. В преддверии майских праздников велика вероятность стать жертвой мошенника. Весенняя посадка. В женской колонии вскоре расцветет фруктовый сад. Дом с привидениями. С нечистой силой и мусором на дачу Головкина борются самарские школьники. Лебеди вырвались на свободу. Пятеро постояльцев самарского зоопарка проведут лето не за решеткой, а в бассейне. На окраине Самары сотрудниками областного управления ФСБ задержаны 53 человека в незарегистрированном молельном доме. В подвале здания, расположенного в поселке Красный Пахарь, силовики нашли 2 килограмма взрывчатки. По данным источника, спецслужбы проверяли информацию о том, что в одном из домов микрорайона собирается секта салафитов, которая является достаточно радикальным направлением ислама. Среди задержанных предполагаемый лидер группы, который находился в розыске за публичный призыв к террористической деятельности. Он гражданин России. Кроме того, в квартирах подозреваемых, где сейчас идут обыски, нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Всех задержанных доставили в ближайший отдел полиции. Место происшествия оцеплено. И, как нам только что сообщили, взрывчатое вещество было крайне нестабильное. И в данный момент специалисты его уничтожили на месте обнаружения. Нам удалось связаться с муфтием Самарской области Талипом Хазратом Ярулиным. Он заявил, что задержанные никакого отношения к официальной мусульманской общине не имеют. Все эти экстремистские организации под влиянием, под руководством таких людей. Продолжаем выпуск. 37 семей военнослужащих в ближайшее время переедут в новые квартиры. Для этого из федерального бюджета было перечислено 670 миллионов рублей по программе жилищной субсидии. До конца полугодия будет перечислено еще 200 миллионов. Жилищная субсидия предоставляется военнослужащим с 2014 года. Она представляет собой единовременную денежную выплату, выдаваемую в качестве материальной помощи. В данный момент она в среднем составляет 5,5 миллионов рублей. Процесс предоставления жилищной субсидии военнослужащим, проходящим службу на территории Самарской области, идет полным хором. Сегодня мы вручили субсидию капитану, проходящему службу в базе, авиационной базе второго разряда города Сызер. Я думаю, что счастливые лица военнослужащего и членов его семьи говорят сами за себя. На работу на новеньком автомобиле будут ездить представители лучшей трудовой династии Самарской области. Ключи от новой «Лады Весты» семье Вагулиных сотрудникам Куйбшевского нефтеперерабатывающего завода вручил губернатор Николай Меркушкин. Радо всей семьей в автомобиль Вагулины не поместятся. На заводе в разные годы трудились 19 представителей династии, а общей старших работы больше 320 лет. Перед днем труда чествовали лучших профессионалов в самых разных сферах деятельности. Награды из рук губернатора получили энергетики, нефтяники, газовики, машиностроители, слесари и трактористы, профессионалы в области космического ракетостроения, медицины и журналистики. Всего более 30 человек. Дважды зал стоя аплодисментами встречал главных гостей – ветеранов труда. Николай Меркушкин отметил, в регионе и дальше будет делаться все, чтобы поддерживать людей труда. Без человека труда, без человека, который своими золотыми руками, своей, может быть, уникальной мыслью, головой уникальной, делает те вещи, которые определяет и прогресс, определяет и уровень жизни, определяет все, что связано с развитием человечества, без этих людей. Нет ни будущего, нет ни сегодняшнего. В Самурской области сегодня участвовали и победители конкурса «Профессионал года». Среди двух миллионов трудящихся выбрали 66 самых достойных. Репортаж Марины Матвейшиной. О том, что в ракетной промышленности мелочей не бывает, фрезеровщик «Ракца прогресс» Сергей Кабанов знает не понаслышке. На протяжении нескольких лет он занимается штучным производством сложнейших деталей. И за вчерашним стартом ракеты-носители следил с особым волнением. Ну вот вчера улетела ракета с космодрома «Восточный». Это, наверное, наша заслуга была, станочников и других профессий для старта. Все были детали изготовлены, тоже частичные для космодрома. В областном правительстве подводят итоги конкурса «Профессионал года». Он проходит в Самарском регионе в четвертый раз. Каждый год выбирают лучших в своем деле по 10 направлениям в 66 номинациях. Престиж рабочих профессий необходимо повышать, отмечает губернатор. Очень важно, чтобы мастера своего дела чувствовали свою востребованность. Человек, работающий своими золотыми руками, мудрой головой, ничего в жизни добиться невозможно. Что только труд, не только добросовестный, честный, человек делает настоящим человеком. Лучшие в своем деле получают заслуженные награды – диплом и премию в 60 тысяч рублей. Мы будем вместе стараться обрадать вашу правительство и заверяем вас, чтобы все дабы защиты на нашу поддержку. Мы – одна команда, команда губернатора. В области проводится большая работа по защите интересов трудящихся. Реализуется программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. В результате по уровню занятости область сохранила лидирующие позиции среди регионов ПФО и четвертое место по стране. Марина Матвешина, Дмитрий Мешканцов. События. Малые карты для решения дорожных проблем. Этой ночью асфальтовые катки были замечены на улице Советской Армии. Укатывали долго, как требует ГОСТ. За ремонтом дорог пристально следят, кто как и зачем узнала Марина Кравцова. Укатывают на совесть. До 18 заездов делает один современный легкий виброкаток. Так придают необходимую прочность покрытию. На КамАЗах подвозят горячий асфальт. Ремонт малыми картами идет на улице Советской Армии. От Старозагоры до проспекта Карла Маркса. На самом деле карты не такие уж и маленькие. До ста погонных метров. Довольно внушительный участок. Но точность, как в аптеке. Качество ремонта требования строгие. В этом году значительно усилен контроль за ремонтом дорог. Причем под пристальным вниманием сотрудников МБУ Дорожное хозяйство. Он на всех этапах работы. Смотрит и как вырезали карту. И насколько хорошо ее обработали перед укладкой асфальта. Считают даже сколько раз прошелся каток по полотну. После завершения работ берут своеобразную пробу. И уже в лаборатории проверяют влагосодержание и уплотненность материала. Работу принимают только если все параметры соответствуют ГОСТу. Сначала срезается изношенный слой асфальта фрезой. После фрезы очищается основание от пыли и грязи. Прометается, продувается. Проливается бетумная эмульсия. По необходимости укладывается выравнивающий слой. После выкладывается верхний слой. Укладывается картами. На этом участке приведут в порядок больше 4000 квадратных метров дорожного покрытия. Всего же в городе малыми картами отремонтируют 63 тысячи квадратных метров. Пока трудится одна бригада. После 1 мая темпы усилит. Бригад будет три. Ремонтируют дороги по всему городу. Это отдельные участки, на которых наиболее сильно выражены повреждения дорожного покрытия. Перечень улиц определяется, исходя из поступающего предприятия в департамент предписания надзорных органов ГИБД прокуратуры. Вращение граждан. В честь районов у нас планируется в этом году больший объем комплексного ремонта. Работают сотрудники МП благоустройства без выходных. Самый горячий период ночью. Специально, чтобы не создавать помех движению. А вот припаркованные у обочин машины могут стать помехой для катков. Тогда на помощь приходят ГИБДД и эвакуаторы. Если на ремонт малыми картами действует гарантия один год, то срок гарантийного обслужения комплексно отремонтированных дорог пять лет. В течение этого времени подрядчики обязуются за свой счет устранять все дефекты. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Нечистые силы и нечистые территории не испугались самарские школьники. На субботник они вышли не где-нибудь, а на знаменитой даче со слонами. Веками дом был окутан легендами. Его судьбой озаботились школьники. Что из этого вышло – репортаж Валерии Макаровой. На гостей с вениками каменные слоны взирают спокойно. На своем веку они повидали немало. Это один из символов Самары – дача со слонами. Так ее прозвали в народе еще сто лет назад. На самом деле это дача купца, архитектора и художника Головкина. И строил он ее по своему собственному проекту. Это памятник модерна – один из объектов культурного наследия федерального значения. Дом уже давно оброс легендами и страшными историями. Даже сегодня охранники рассказывают, что ночью в пустом здании слышно, как кто-то передвигает мебель. Есть легенда о том, что под одним из слонов захоронена дочь самого Константина Головкина. И после этого начали происходить какие-то необъяснимые вещи. Многие поселенцы, которые здесь жили, позже начали съезжать отсюда, жалуясь на что-то необъяснимое. Мистики не испугались три десятка самарских школьников. Некоторым из них пришлось встать в пять утра, чтобы доехать сюда из Куйбышевского района. На территории около особняка убирают мусор и прошлогодние листья, подстригают разросшийся кустарник. Делать все это вызвались сами. Директор 33-й школы рассказывает, когда они вышли на муниципальное предприятие «Ремжил-Универсал», в ведении которого и находится дача со слонами, там удивились этой школьной инициативе. Познание, оно, конечно же, начинается с удивления. Предварительно, конечно же, мы деткам рассказывали, что есть такое уникальное место, насколько оно мистическое. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, безусловно. И вот когда дети заходили на территорию, они ахали, они действительно ахали, им было интересно. Судьба этого памятника архитектуры школьников заинтересовала. Тогда-то у них и родилась идея составить коллективное письмо в Министерство культуры, чтобы и там обратили внимание на проблемы этого уникального места. Очень часто задают вопрос, что нужно сделать, чтобы воспитать настоящих патриотов. И вот волонтеры – это как раз тот мотивационный стимул для детей, чтобы стать патриотами. Прийти и убраться сюда, прийти и убраться в любой парк. Школьники обещают сюда вернуться. Работа здесь для них еще осталась. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. А теперь коротко о других важных темах. Экс-управляющие ВКБ Татьяне Ярилкиной вынесли приговор. Женщину признали виновной и приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Напомним, на суде выяснили причастность Ярилкиной к мошенничеству в особо крупном размере. После окончания следствия гособвинитель просил суд признать ее виновной и назначить семь лет лишения свободы. Из зала суда Ярилкину увезли на скорой помощи. Приговоры решили вынести в ее отсутствие. Адвокат сообщил, что будет обжаловать приговор. Самарский цирк отремонтируют почти за 750 миллионов рублей. На эти средства планируют провести ремонт фасада и обустроить зрительный зал. Значительно изменится планировка цирка и прилегающая территория. Из областного бюджета на реконструкцию выделили 100 миллионов рублей. Эти средства позволят приступить к работам уже в этом году. Дополнительные средства, а это более 400 миллионов, поступят в следующем году из федеральной казны. К 16 мая в Самаре начнется распределение свободных мест в муниципальных детсадах. Департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной системе. Если в данных будут неточности, нужно обратиться к руководителю любого из указанных в заявлении детсадов. О предоставлении места родителям сообщат специалисты, связавшись по телефону, указанном в заявлении. Необходимо письменно подтвердить свое согласие в течение 10 рабочих дней. В последний рабочий день апреля ситуация на дорогах Самары резко осложняется. Об этом свидетельствует статистика Яндекс.Пробок. Судя по данным за последние три года, загруженность дорог в этот день превышает средние показатели первой половины месяца на 1,6 балла. Аналитики сервиса отмечают, что Самара входит в топ-10 крупных российских городов с наибольшим приростом предмайских пробок. И не исключают, что 29 апреля балл Яндекс.Пробок в Самаре будет выше обычного. Зато на следующей неделе, напротив, вероятен небольшой спад. Жарко в первые праздничные дни не будет. По прогнозам областных синоптиков, ночь на 30 апреля, возможны заморские до минус 1-2 градусов. Днем воздух не прогреется больше 18. В праздничный первомайский день погода схожая. 14-19 градусов. Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. Пенсионерам стоит быть внимательнее. В период майских праздников активизируются мошенники. Представляя сотрудниками соцслужб, они обманывают стариков. В прошлом году жертвами преступников в Самаре стали порядка 90 пенсионеров. Как не попасть на крючок, расскажем прямо сейчас. Май 2013 года. На подходе праздники в квартиру пенсионеров позвонил вот этот мужчина и представился сотрудником пенсионного фонда. В честь Дня Победы предложил семейной паре расписаться за прибавку к пенсии и получить ее на месте, но со сдачей. Вместо денег мошенник вручил пенсионерам пятитысячную купюру банка приколов. Получив сдачу, прихватил из квартиры ноутбук и скрылся. Чуть позже его задержали, но так везет не всегда. Зачастую пенсионеры просто не помнят лица обидчика. Специалисты советуют быть бдительнее. Если мы говорим про выплаты к празднику Победы, то у нас в области осуществляется только одна выплата к этому празднику. Это единовременная выплата тысячи рублей. Эта выплата, она осуществляется в безналичном порядке. То есть никакой социальный работник и представитель социальной службы к бабушке, к дедушке домой не приходит. Министерство перечисляет эту выплату либо на счет пожилого человека, либо перечисляется на почту. Только за несколько месяцев этого года жертвами мошенников в Самаре стали 17 человек. Раскусить злоумышленников удалось лишь двоим. В итоге потерпевшие лишились от полутора до трехсот тысяч рублей. С каждым годом для стариков, как это не печально, преступники придумывают все больше новых ловушек. Встречают на улице в основном и говорят, мы от вашего родственника, то есть входят в длительные отношения и говорят, что они им должны денег. Ну там сумма менее чем пять тысяч. Говорят, давайте мы вам пять тысяч отдадим, а вы нам сдачу дадите. То есть человек приводит их домой, даются деньги. Полицейские советуют, если у вас возникли сомнения, не поленитесь перед тем, как открыть дверь. Позвоните родственникам и в организацию, откуда якобы пришел незваный гость. Если информация подтвердится, попросите его предъявить удостоверение. А если собрались в банк за пенсии, особенно за крупные суммы денег, опять же попросите о помощи родственников. Преступники не брезгуют даже самыми гнусными методами, вплоть до рукоприкладства. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Вещественное доказательство русско-болгарской дружбы. Знаменитое Самарское знамя. Волонтеры, которые будут рассказывать об истории двух народов на торжествах, приуроченных к 50-летию Старозагоры, смогли прикоснуться к реликвии. Их впечатление выслушала Валерия Макарова. Единственное полотнище, которое наградили орденом за храбрость Республики Болгария, это Самарское знамя. В музее Приво хранится его копия, оригинал в Софии. Самарское знамя было вышито монахинями Иверского монастыря для поддержки болгарского народа и побывало во многих боях, вдохновляя солдат в борьбе за свободу болгар от турецкого ига. Это та копия знамени, которая заполнена болгарами в 1980-х годах. Волонтеры, проходящие обучение для участия в мероприятиях, приуроченных к полувековому юбилею улицы Старозагоры и 140-летию русско-болгарской дружбы, уже много слышали о знаменитом знамени на лекциях, но видят его впервые. Это одна из основных, завершающих, можно сказать, частей этого обучения, чтобы ребята увидели копию Самарского знамени, это очень важно. Чтобы со знанием делал волонтер с полной осознанностью подходил к тому, для чего, собственно, мы обучаем его этим компетенциям, чтобы знал глубину. Волонтеров готовят к торжествам по программе «Максимум», чтобы те могли владеть информацией в полном объеме и ответить на любой вопрос самарцев и гостей города, о русско-болгарской дружбе. А потому, кроме лекции и похода в музей, ребята пообщались с заслуженным строителем России, Виталием Симоновым, который участвовал в создании улицы. Ребятам так не терпится поделиться своими знаниями, что, не дожидаясь приезда гостей из Болгарии, они самостоятельно проводят экскурсии для своих друзей и знакомых. Валерия Макарова, Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Яблони и вишни расцветут за колючей проволокой. Этой весной настоящий фруктовый сад появился в 15-й исправительной колонии. Здесь срок за свои преступления отбывают женщины. А для них, посчитали общественники, крайне важно не терять представление о прекрасном. Об исправлении красотой репортаж Ларисы Шалафаст. Первый урожай ягод появится уже в этом сезоне. Смородина, жимолость, яблони, груши и сливы. Пока небольшие саженцы, но через пару лет в 15-й исправительной колонии будет настоящий фруктовый сад. Этот участок земли пустовал, и разбить здесь сад – давняя мечта. Как вы видите, вокруг зеленой зоны у нас, в принципе, достаточно. Все березы, очень красиво весной. Но не хватало, естественно, нам что-то вот такого вкусненького, фруктового сада. Значит, учитывая то, что колонии в этом году исполнится 87 лет, ну и вот сегодня такой хороший, счастливый день, мечта наша сбылась. Саженцы рассадили специальным способом. Здесь деревья двух сортов, поэтому урожай можно будет собирать ранним летом и до поздней осени. Подарить женщинам, отбывающим срок в колонии, фруктовый сад с символичным названием «Добрый знак» – идея общественного совета при Гувсин. И когда они будут ухаживать за этими деревьями, когда они будут вдыхать воздух цветущего яблоневого сада, я думаю, что они будут понимать, что за колючей проволокой их ждут. И что самое главное – верят в то, что они отсюда выйдут людьми другими, новыми, более, так сказать, готовыми к жизни в современном гражданском обществе. За садом будут ухаживать сами заключенные. На территории исправительного учреждения находится дом малютки. И дополнительные витамины для мам и их детей будут как раз кстати. В ближайшее время фруктовый сад дополнит цветами и кустами клубники. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Водные процедуры для пернатых. В Самарском зоопарке водоплавающие птицы наконец-то дождались теплой погоды. Их перенесли из ангара в озеро, чтобы радовать посетителей и красотой. В природе считается, что лебедь – птица однолюб, но вот орнитологи с этим почему-то не согласны. Миф о лебединой верности развеет Марианна Мирная. Истасковавшись по брызгам воды, благородные лебеди словно воробьи купаются в солнечных лучах и водоеме. Сегодня в Самарском зоопарке выпустили на волю птичий дворик. Крякву, мандаринку и мускусную утку, которые составили компанию пяти лебедям. Белые еще совсем юные, держатся втроем так надежнее. А вот черным и вдвоем хорошо. Пресловутую лебединую верность они хранят друг к другу вынужденно. Выбора другого нет. По утверждению орнитологов, лебеди способны как на моногамию, так и на полигамию. И даже на любовь к неодушевленным предметам. Есть некоторые вообще, которые лодки любят. В Англии был такой случай недавно. Лодка в форме лебедя. Ну или там что-то вроде катамарана. Самец к ней пристал, все, народ отгонял. На свежем воздухе птицы проведут остаток весны, все лето и часть осени. Как только вода в озере начнет подмерзать, их отправят обратно в ангар. Лебединое озеро – это не балет, а место обитания прекрасных птиц. Всю зиму пернатой провели в закрытом помещении, где им не был страшен мороз. И вот теперь лебеди могут наслаждаться свободой, а мы – удивительными созданиями во всей красе. Мариана Мирная, Артем Сулайманов. События. Время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Алина Денисова – спортсменка со стажем. Бегает за 69-ю школу не один год. Чтобы попасть на городскую легкоатлетическую эстафету, ее команде из 13 человек нужно было занять второе место на соревнованиях советского района. Сегодня у Алины главная роль. Она бежит в финишный этап – 200 метров. Волнение большое. Боишься подвести свою команду. Это все, конечно, напрягает сильно. Я всегда насчитываю на лучшее. Надеюсь, мы все пробежим очень хорошо. Общегородскую эстафету бегут школы, колледжи и институты. Всего 400 легкоатлетов. Новой дистанции 13 этапов проложено по парку Гагарина. Стартует и финишируют участники на стадионе. Трибуны, которых не было на набережной, здесь забиты болельщиками. В этом году празднуется 50 лет улицы Старозагора. И по предложению главы города данное мероприятие перенесено на улицу Старозагора. И вот первый раз она проводится в этом месте. Обычно мы ее проводим на набережной реки Волги на четвертой очереди. Посмотрим, как пройдет. Ну, пока все отлично. Все способствует хорошему проведению эстафеты. Здесь бежать, наверное, полегче. В том плане, психологически по парку бег легче. И здесь нет перепадов высот. Здесь вся дистанция идет по прямой. Но я думаю, что такой формат проведения, может быть, и приживется. Здесь результат не важен. Здесь главный, в общем-то, дух командной борьбы. Очень приятно, что появляются новые организации, которые заявляются. С каждым годом королева спорта в Самаре становится все более популярной. Дети идут заниматься в спортшколы, студенты в институтские секции, а взрослые – к тренерам по месту жительства. А собственные рекорды любители показывают на общегородской эстафете. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Телеканал «Самара Гиз» теперь могут смотреть и жители Жигулевска, самые свежие новости и любимые передачи на 22-м канале кабельной сети телеантенны. На этом наш выпуск завершен. Читайте на ствиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова